В эфире программа «Закон и порядок». Здравствуйте! Мы рассказываем о работе правоохранителей нашей области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город давно проснулся и дорожный трафик в это время в Витебске достаточно плотный. Объект, внимание сотрудников госэнспекции, нерегулируемый пешеходный переход по улице Терешковой. Здесь уже установлен светофор, но он пока не работает. Погодные условия совсем небезопасные. Сумерки и плотный мокрый снег. Горожане спешат на работу, кто-то с рулем автомобиля, кто-то пешком. В центре внимания сотрудников ГАИ и те, и другие. Так как по статистике в ДТП с участием пешеходов виновны практически поровну и пешеходы, и водители. Стражи дорожного порядка для контроля за ситуацией применяют давно известную методику. Используются два автомобиля. Из одного, который без фотографической раскраски ведется видеонаблюдение. А экипаж второго уже останавливает нарушителей и разбирается с ними. Мы используем средства видеофиксации нарушений, дабы исключить двоякое толкование нами и водителями транспортных средств нарушения, и иметь доказательную базу. Также мы усилили контроль и делаем акцент на выявлении правонарушений, касающихся создания аварийной обстановки пешеходным, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с лишением права, либо без лишения права управления транспортными средствами. Значит, мероприятие мы проводим с 1 февраля. За данный период привлечено к административной ответственности порядка 200 водителей. Из них два водителя именно за создание аварийной обстановки по статье 18.14.10. В час пик, да еще при таких погодных условиях, все участники дорожного движения должны быть особенно внимательными. Но, как показывает практика, это далеко не всегда так. Буквально за полчаса работы на одном объекте сотрудники ГАИ выявляют порядка десятка нарушений. Все не пропуск пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Кто-то из водителей согласен с нарушением, у кого-то на этот счет свое мнение. Ну, как бы, собственно, справа видел. Стоят, никто никуда не идет. Я чуть сбросил газ, но тормоза не нажимал. Ну, вот, то есть, не согласны? Ну, как бы вам сказать, немножко да. Напряженка такая, непонятная. Передайте, пожалуйста, нарушение и «Опеля» и «Ситраэна». Водитель автомобиля «Опеля» и «Ситраэна», двигавшийся по улице Терешковой в направлении проспекта Фрунзе, при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизили скорость и не предоставили преимущество движения пешеходам, осуществляющих переход по нерегулируемому пешеходному переходу. В ту очередь, как водитель транспортного средства микроавтобуса «Синего цвета» остановился, для того, чтобы предоставить преимущество в движении пешеходам. Он правил 118? Пешеход не был на проезжей части. Вот именно для этого и необходима видеофиксация. И тогда двоякого толкования ситуации и со стороны водителей, и со стороны инспекторов удастся избежать. Сами же сотрудники ГАИ говорят, что такие рейды по выявлению нарушений не ставят своей главной задачей оштрафовать водителя. Главное – это профилактика и разъяснение ситуации. Стражи дорожного порядка уверены – такая работа принесет положительный эффект и заставит неукоснительно соблюдать правила всех участников дорожного движения. Пока же об этом говорить не приходится. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными в Витебске. Инцидент произошел в прошлом году в многоэтажном доме по улице Чкалова. 35-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на глазах у ребенка выбросила собаку с балкона восьмого этажа, которая погибла от падения с высоты. Животные нашли соседи и позвонили в милицию. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ее 11-летнюю дочь по решению комиссии по делам несовершеннолетних забрали из семьи, которая находится в социально опасном положении. Девочка проживает у родственников. В прокуратуре изучили материалы уголовного дела, и оно передано в суд. Киберпреступность набирает обороты. Только за прошлый год на территории Беларуси было зарегистрировано 3000 правонарушений, связанных с высокими технологиями. Естественно, не остается в стране и Витебская область. Все чаще в правоохранительные органы обращаются граждане, которые стали жертвами мошенничества и хищения денежных средств путем использования компьютерной техники. Только в прошлом году на территории Октябрьского района областного центра зарегистрировано 67 таких преступлений. И если раньше в поле зрения злоумышленников находились банковские карточки, и с них снимались наличные деньги, то сейчас в приоритете деньги электронные. И преступникам не обязательно знать пин-код. Достаточно фотографий той самой банковской карточки с двух сторон. И в течение нескольких минут денежным средством можно сказать прощай. В первую очередь в зоне риска пользователи социальных сетей. Преступники под видом знакомых, друзей, в основном это пользователи социальной сети ВКонтакте, уходят на странички и под видом друга предлагают услуги, либо перевести какие-то денежные средства, либо просят деньги в долг. При этом граждане ведут себя беспечно, конечно, не уточняют, кто с ними связался, рассчитывая, что на самом деле это их знакомые, либо близкие, предоставляют свои данные индивидуально по платежным карточкам банковским. Значит, в результате буквально через 15-20 минут все денежные средства, которые находятся на карточках, они снимаются. Эти факты у нас в этом году уже не единичны. Поэтому мы хотели бы в первую очередь гражданам предупредить, что если будут такие факты, кто-то будет обращаться с просьбой, одолжить деньги перевести, попользоваться кредитной карточкой. Ни в коем случае не нужно предоставлять свои индивидуальные данные. Это, во-первых, запрещено банком, но это и небезопасно. Ну а если уже как бы случаи такие будут, то в первую очередь надо связаться и уточнить, кто находится на конце второго провода. На самом деле это преступник, друг, либо знакомый. Наивность и доверчивость наших граждан – вот главные причины хищения денежных средств посредством высоких технологий, говорят оперативники. В последнее время активизировались так называемые брачные аферисты, которые под любым предлогом готовы выманить у женщин определенную сумму денег. Надо сказать, нередко им это удается. Много поступает заявление от девушек, которые в сети интернет знакомятся с мужчинами, как правило, с гражданами других государств. После знакомства они предлагают, что приедут в гости, либо вышел в какую-то посылку, ну и предлагают уплатить определенную сумму, которой им не хватает, либо необходимо растаможить посылку. Представляют счет расчетный по безналичному, ну и девушка, конечно, периодически переселяет денежные средства. Суммы эти колеблются от 300-500 долларов, доходило до 3000 долларов. Через некоторое время, конечно, парень по знакомству не приезжает за границей, посылка не приходит. После этого обманутые наши девушки, женщины, обращаются в органы внутренних дел за помощью. Чтобы оградить себя от посягательств киберпреступников, не обязательно обладать какими-то суперспособностями в сфере высоких технологий. Достаточно просто быть внимательными и нигде и никому не предоставлять реквизиты своих банковских карточек. Ни в коем случае нельзя, во-первых, предоставлять по первому требованию какие-то информации о карточках, пин-коды. На сегодняшний день у нас много карточек, которые без пин-кода осуществляют различные платежи и за границей, и в интернет-магазинах. Поэтому даже когда граждане предоставляют, они считают, что раз пин-код есть, то никто денежные средства не снимет. К сожалению, на сегодняшний день та информация, которая находится на карточке, ее достаточно для того, чтобы денежные средства снять либо оплатить в любом интернет-магазине, в любой стране мира. Поэтому, конечно, требования банка, что эти сведения, они официальные, персональные, и это, конечно, нужно выполнять. Общественный порядок на каждом избирательном участке во время проведения выборов в местные советы депутатов обеспечен на должном уровне, заявляют в областном управлении внутренних дел. С 12 февраля сотрудники органов внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. Органы внутренних дел проведены все необходимые подготовительные мероприятия для выполнения задач по охране общественного порядка в период проведения выборов в местные советы депутатов 28-го созыва. В том числе налажено взаимодействие с избирковыми различных уровней, с местными исполнительными органами и другими заинтересованными структурами. С 12 февраля личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Сотрудники территориальных органов внутренних дел осуществляют круглосуточную охрану общественного порядка на избирательных участках. Также будет обеспечено содействие избирательным комиссиям в поддержании порядка непосредственно в помещениях для голосования. После обследования дорожных условий сотрудниками госавтоинспекции приняты меры к исключению осложнений дорожной обстановки на территории, прилегающей к избирательным участкам. Кроме того, при проведении досрочного голосования и в основной день выборов предусмотрены при необходимости дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Таможенники Витебской области за первые дни февраля остановили 9 большегрузов, которые незаконно пытались провести продукцию в Российскую Федерацию. В грузовых отсеках автопоездов были выявлены свежие томаты, яблоки, груши общим весом порядка 180 тонн на сумму более 100 тысяч рублей. Как оказалось, на груз отсутствовали необходимые документы, что подтверждают происхождение и качество товара, а также фитосанитарные сертификаты. Значит, административный процесс. Водителям грозит штраф в размере до 735 рублей, ответственным же за реализуемый товар до 50% от стоимости остановленного груза. А сейчас, уважаемые телезрители, внимание, розыск. Исправительным учреждением открытого типа номер 9 Управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Витебской области разыскивается Селюк Владимир Александрович, 88-го года рождения, уроженец города Донецк, Украина, состоявший с 30 июня 2010 года на участие в учреждении, который 10 января 2011 года совершил побег и скрылся из-под надзора. 20 января 2011 года Селюк объявлен в межгосударственный розыск. Его приметы на вид 28-30 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие глаза серые, имеются большие лобные залысины, может носить бороду. Просьба ко всем гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Селюка, сообщить по телефону в городе Витебске 35-76-52, 712-12-36 МТС, либо по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются. На этом, уважаемые телезрители, наша программа завершена. Я, ведущий Вадим Лопатинский и творческая бригада говорим вам всего доброго. До встречи через неделю. Смотрите «Закон и порядок». Редактор субтитров А.Семкин